Глава третья. Деньги или обращение товаров. Параграф первый. Мера стоимости. В этой работе я всегда предполагаю, ради упрощения, что денежным товаром является только золото. Первая функция золота состоит в том, чтобы доставить товарному миру материал для выражения его стоимости, то есть для того, чтобы выразить стоимость товаров как одноименные величины, качественно одинаковые и количественно сравнимые. Оно функционирует таким образом, как всеобщая мера стоимости. И сначала только в силу этой функции золото, этот специфический эквивалентный товар, делается деньгами. Не деньги делают товары соизмеримыми. Наоборот. Именно потому, что товары как стоимости представляют овеществленный человеческий труд и, следовательно, сами по себе соизмеримы, именно поэтому все они и могут измерять свои стоимости одним и тем же специфическим особенным товаром, превращая таким образом этот последний в общую меру своих стоимостей, то есть в деньги. Деньги, как мера стоимости, лишь необходимая форма проявления имманентной, присущей товаром меры стоимости, рабочего времени. Выражение стоимости товара в золоте, х товара А, равно игрок денежного товара, есть денежная форма товара или цена его. Теперь достаточно одного уравнения. Одна тонна железа равна двум унциям золота, чтобы представить стоимость железа в общественно значимой форме. Этому уравнению уже нет надобности маршировать плечо с плечом в ряду уравнений, выражающих стоимости всех других товаров, потому что эквивалентный товар, золото, уже обладает характером денег. Поэтому всеобщая относительная форма стоимости товаров снова возвращается теперь к своему первоначальному виду, к простой или единичной относительной форме стоимости. С другой стороны, развернутое относительное выражение стоимости или бесконечный ряд относительных выражений стоимости становится специфически относительной формой стоимости денежного товара. Но этот ряд теперь уже общественно дан в товарных ценах. Читайте справа налево отметки любого прескуранта, и вы найдете выражение величины стоимости денег во всех возможных товарах. Но зато деньги не имеют цены. Они приняли бы участие в этой единой относительной форме стоимости всех других товаров лишь в том случае, если бы могли относиться к самим себе, как к своему собственному эквиваленту. Цена или денежная форма товаров, как и всякая форма их стоимости, есть нечто отличное от их чувственно воспринимаемой реальной телесности, следовательно, лишь идеальная, лишь существующая в представлении форма. Стоимость железа, холста, пшеницы и так далее существует, хотя и невидима, в самих вещах. Она выражается в их равенстве с золотом, в их отношении к золоту, в отношении, которые, так сказать, лишь предчувствуются ими. Хранителю товаров приходится поэтому отдать в их распоряжении свой язык или навесить на них бумажные билетики, чтобы поведать внешнему миру их цены. Так как выражение товарных стоимости в деньгах носит идеальный характер, то для этой операции применимо золото, существующее только идеально, только в представлении. Каждый товаровладелец знает, что он еще далеко не превратил своих товаров в настоящее золото, если придал их стоимости форму цены или мысленно представляемого золота, и что ему не надо иметь в наличии ни крупицы реального золота, чтобы выразить в золоте товарные стоимости на целые миллионы. Следовательно, свою функцию меры стоимости деньги выполняют как мысленно представляемые или идеальные деньги. Это обстоятельство породило самые нелепые теории денег. Хотя для отправления своей функции как меры стоимости служат лишь мысленно представляемые деньги, тем не менее, цены товаров всецело зависят от реального денежного материала. Стоимость, то есть количество человеческого труда, содержащегося, например, в одной тонне железа, выражается в мысленно представляемом количестве денежного товара, содержащем столько же труда. Следовательно, смотря по тому, золото, серебро или медь служат мерой стоимости, стоимость тонны железа выражается в совершенно различных ценах или представляется в виде совершенно различных количеств золота, серебра или меди. Если два различных товара, например, золото и серебро, являются одновременно мерой стоимости, то цены всех товаров получают два различных выражения. Золотые цены и серебряные цены. И те, и другие спокойно остаются друг рядом с другом, пока отношение между стоимостями золота и серебра не изменяется, например, один к пятнадцати. Но всякое изменение этого отношения стоимостей нарушает установившиеся отношения между золотыми и серебряными ценами товаров и таким образом доказывают фактически, что двойственность меры стоимости противоречит ее функции. Товары, цены которых определены, все принимают такую форму. А маленькая товара А большое равняется х золота. Также Б маленькая товара Б большое равняется у золота. Подобно же С товара С равняется з золота и так далее, где А, Б, Ц маленькая представляют определенные массы товарных видов А, Б, Ц большое, а Х, И, З определенные массы золота. Товарные стоимости превратились таким образом в мысленно представляемое количество золота различной величины. то есть, несмотря на пестрое разнообразие своих товарных тел превратились в величины одноименные в величины золота. Как такие различные количества золота они сравниваются между собой и соизмеряются друг с другом, причем возникает техническая необходимость сводить их к какому-либо фиксированному количеству золота как единицы измерения. Сама эта единица измерения путем дальнейшего деления на кратные части развертывается в масштаб. Золото, серебро, медь еще до своего превращения в деньги обладают таким масштабом в виде весовых определений. Так, если единица измерения служит, например, фунт, то с одной стороны он разделяется дальше на унции и так далее. С другой стороны путем соединения фунтов получаются центнеры и так далее. Поэтому при металлическом обращении готовые названия весового масштаба всегда образуют первоначальные названия денежного масштаба или масштаба цен. Как мера стоимости и как масштаб цен деньги выполняют две совершенно различные функции. Мерой стоимости они являются как общественное воплощение человеческого труда, масштабом цен как фиксированный вес металла. Как мера стоимости они служат для того, чтобы превращать стоимости бесконечно разнообразных товаров в цены, в мысленно представляемые количество золота. Как масштаб цен они измеряют эти количество золота. Мерой стоимости измеряются товары как стоимости. Напротив, масштаб цен измеряет различное количество золота данным его количеством, а не стоимость данного количества золота весом других его количеств. Для масштаба цен определенный вес золота должен быть фиксирован как единица измерения. здесь, как и при всяком другом измерении одноименных величин, решающее значение имеет устойчивость единицы измерения. Следовательно, масштаб цен выполняет свою функцию тем лучше, чем неизменнее одно и то же количество золота служат единицы измерения. Мерой стоимости золото может служить лишь потому, что оно само представляет продукт труда. Следовательно, стоимость потенциально переменную. Очевидно, прежде всего, что изменение стоимости золота никоим образом не может помешать его функции в качестве масштаба цен. Как бы не изменялась стоимость золота, стоимость определенных количеств его сохраняет между собой одно и то же отношение. Если бы стоимость золота упала даже на тысячу процентов, 12 унций золота по-прежнему обладали бы в 12 раз большей стоимостью, чем одна унция золота. А при определении цен дело идет лишь об отношениях различных количеств золота друг к другу. Так как, с другой стороны, при понижении или повышении стоимости золота вес одной унции его остается неизменным, то остаются неизменными и отдельные части унции. Следовательно, золото, как фиксированный масштаб цен, всегда оказывает одни и те же услуги, как бы не изменялась его стоимость. Изменение стоимости золота не препятствует также его функции в качестве меры стоимости. оно затрагивает все товары одновременно и потому при прочих равных условиях не изменяет их взаимных относительных стоимостей, несмотря на то, что эти последние выражаются то в более низких, то в более высоких золотых ценах, чем выражались раньше. Как при выражении стоимости данного товара в потребительной стоимости какого-либо другого товара, точно так же и при оценке товаров золотом предполагается лишь одно, что в данное время производство определенного количества золота стоит данного количества труда. Что касается движения товарных цен, то к нему приложимы, вообще говоря, развитые выше законы простого относительного выражения стоимости. При неизменной стоимости денег может произойти общее повышение товарных цен при том условии, если повышаются стоимости товаров. При неизменной стоимости товаров, если понижается стоимость денег. Наоборот, при неизменной стоимости денег все товарные цены могут понижаться лишь при том условии, если понижаются товарные стоимости. При неизменных товарных стоимостях, если повысится стоимость денег. Отсюда отнюдь не следует, что повышение стоимости денег всегда вызывает пропорциональное понижение товарных цен. А понижение стоимости денег – пропорциональное повышение товарных цен. Это справедливо лишь по отношению к товарам, стоимость которых остается неизменной. Например, такие товары, стоимость которых повышается одновременно со стоимостью денег и в той же самой пропорции, сохраняют свои цены неизменными. Если их стоимость повышается медленнее или быстрее, чем стоимость денег, то повышение или понижение их цен определяется разницей между движением их стоимости и движением стоимости денег и так далее. Возвратимся к рассмотрению формы цены. Мы видели, что обычные названия весового масштаба и его подразделений послужили первоначальными названиями и денежного масштаба. Но мало-помалу денежные названия веса металла отделяются от его первоначальных весовых названий. Происходит это по различным причинам, между которыми наиболее важную роль в истории играли следующие. Первое. Введение иностранных денег у народов, находящихся на сравнительно низких ступенях развития. Так, например, в Древнем Риме золотые и серебряные монеты сначала обращались как иностранные товары. Названия этих иностранных денег, конечно, отличны от названий туземных весовых единиц. Второе. С развитием богатства менее благородный металл вытесняется из своей функции меры стоимости более благородным. Медь вытесняется серебром, серебро – золотом, как не противоречит этот порядок поэтической хронологии золотого и серебряного веков. Фунт стерлингов был, например, денежным названием для действительного фунта серебра. Но когда золото вытеснило серебро в качестве меры стоимости, это же самое название стало применяться к количеству золота, составляющему, быть может, одну пятнадцатую фунта или даже меньше, в зависимости от отношений между стоимостью золота и серебра. Фунт, как денежные названия и обычное весовое название данного количества золота, теперь разделились. В течение целого ряда веков монархи занимались непрерывной фальсификацией монеты, вследствие чего от первоначального веса монет действительно остались одни только названия. Благодаря этим историческим процессам отделение денежного названия весовых количеств металла от их обычных весовых названий становится народным обыкновением. Так как денежный масштаб, с одной стороны, совершенно условен, а с другой стороны должен пользоваться всеобщим признанием, то он, в конце концов, регулируется законом. Определенное весовое количество благородного металла, например, унции золота, официально разделяется на определенные части, которые нарекаются при этом в своем легальном крещении определенными именами, например, фунт, таллер и так далее. Теперь единицу денежной меры в собственном смысле этого слова составляет уже каждая такая часть, подразделяемая, в свою очередь, на новые части, получающие из уст закона свои имена шиллинг, пенни и так далее. Во всяком случае, определенные весовые количества металла по-прежнему остаются масштабом металлических денег. Изменяется только способ разделения на части и наименование последних. Итак, цены или количество золота, в которые идеально превращаются стоимости товаров, выражаются теперь в денежных названиях или законодательно признанных счетных названиях денежного масштаба. Вместо того, чтобы сказать, что квартер пшеницы равен одной унции золота, англичанин скажет, что он равен 3 фунтам стерлингов, 17 шиллингам и 10,5 пенсам. Таким образом, в денежных названиях товары показывают, чего они стоят, и деньги функционируют как счетные деньги каждый раз, когда требуется фиксировать какую-либо вещь как стоимость, то есть в денежной форме. Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом. Точно так же и в денежных названиях фунт, талер, франк, дукат и так далее изглаживается всякий след отношения стоимости. Путаница понятий относительно сокровенного смысла этих каббалистических знаков тем значительнее, что денежные названия выражают одновременно и стоимость товаров и определенную часть данного веса металла, денежного масштаба. С другой стороны, необходимо, чтобы стоимость, в отличие от пестрых в своем разнообразии тел товарного мира, развелась в эту иррационально вечную и в то же время чисто общественную форму. цена есть денежные названия овеществленного в товаре труда. Следовательно, эквивалентность товара и того количества денег, название которого есть его цена, представляет простую тавтологию, как и вообще относительное выражение стоимости товара, есть в то же время выражение эквивалентности двух товаров. Но, если цена, как показатель величины стоимости товара, есть в то же время показатель его минового отношения к деньгам, то отсюда не вытекает обратного положения, что показатель минового отношения товара к деньгам неизбежно должен быть показателем величины стоимости. Пусть общественно необходимый труд равной величины выражается в одном квартере пшеницы и в двух фунтах стерлингов, около половины унций золота. Два фунта стерлингов – суть денежной выражения величины стоимости квартера пшеницы или его цена. Но, если обстоятельства позволяют приравнять этот квартер трем фунтам стерлингов или вынуждают обозначить его одним фунтом стерлингов, то, очевидно, один фунт стерлингов слишком малое, а три фунта стерлингов слишком большое выражение величины стоимости пшеницы. Тем не менее, в данном случае и один фунт стерлингов, и три фунта стерлингов – суть цены пшеницы. Потому что, во-первых, они являются ее денежной формой – деньгами. И, во-вторых, показателями ее минового отношения к деньгам. При неизменных условиях производства или неизменной производительности труда на воспроизводство одного квартера пшеницы должно быть затрачено прежнее количество общественного рабочего времени. Это обстоятельство не зависит от воли ни производителей пшеницы, ни других товаровладельцев. Величина стоимости товара выражает таким образом необходимое имманентное самому процессу созидания товара отношение его к общественному рабочему времени. С превращением величины стоимости в цену это необходимое отношение проявляется как миновое отношение данного товара к находящемуся вне его денежному товару. Но в этом миновом отношении может выразиться как величина стоимости товара, так и тот плюс или минус по сравнению с ней, которым сопровождается отчуждение товара при данных условиях. Следовательно, возможность количественного несовпадения между ценой и величиной стоимости или возможность отклонения цены от величины стоимости заключена уже в самой форме цены. И здесь нельзя видеть недостатка этой формы. Наоборот, именно эта отличительная черта делает ее наилучше приспособленной к такому способу производства, при котором правило может прокладывать себе путь сквозь беспорядочный хаос, только как слепо действующий закон средних чисел. Но форма цены не только допускает возможность количественного несовпадения между величиной стоимости и ценой, то есть между величиной стоимости и ее собственным денежным выражением, она может, кроме того, скрывать в себе качественное противоречие, вследствие чего цена вообще перестает быть выражением стоимости. Хотя деньги представляют лишь форму стоимости товаров. Вещи, которые сами по себе не являются товарами, например, совесть, честь и так далее, могут стать продажными для своих владельцев и таким образом при посредстве цены приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как известные величины в математике. С другой стороны, мнимая форма цены, например, цена некультивированной земли, которая не имеет стоимости, так как в ней не овеществлен человеческий труд, может скрывать в себя действительное отношение стоимости или некоторое производное от него отношение, от него цена, как и относительная форма стоимости вообще, выражает стоимость товара, например, тонны железа, таким образом, что определенное количество эквивалента, например, одна унция золота, всегда может быть непосредственно обменено на железо, откуда, однако, отнюдь не следует обратное, что железо, в свою очередь, может быть непосредственно обменено на золото. Итак, чтобы фактически проявить свою миновую стоимость, товар должен совлечь с себя свое натуральное тело, превратиться из мысленно представляемого золота в золото действительное, хотя бы это присуществление оказалось для него горше, чем для гегелевского понятия переход от необходимости к свободе или для омара сбрасывания своей скорлупы. Наряду со своим реальным образом, например, железа, товар может обладать в цене идеальным образом стоимости или мысленно представляемым образом золота, но он не может быть одновременно действительным железом и действительным золотом. Для того, чтобы дать ему цену, достаточно приравнять к нему мысленно представляемое золото, но он должен быть замещен действительным золотом, чтобы сыграть для своего владельца роль всеобщего эквивалента. Форма цены предполагает отчуждаемость товаров за деньги и необходимость такого отчуждения. С другой стороны, золото функционирует лишь как идеальная мера стоимости только потому, что оно уже обращается как денежный товар в миновом процессе. В идеальной мере стоимости скрывается таким образом звонкая монета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...